Всем привет! С вами Андрей Сонар и небольшой репортажик с нашего производства. Вот тут стоит зелененькая практически готовая лодка Блетт. Это новинка этого лета. Здоровенная грибная лодка. Это корпус лодки для рыбаков-карпятников. Особенность этой лодки небольшие размеры, всего 2 метра 50 сантиметров. При этом очень-очень большой кокпит. Кокпит шириной более 80 сантиметров. Транец будет установлен вот по этой линии. Используются в основном только электромоторы. Лодка не для того, чтобы ходить на большие расстояния, но она должна быть очень вместительная для перевозки больших ведер с прикормкой. Крупной, очень крупной рыбы. В общем, это такая платформа для рыбака скорее, а не просто лодка. Здесь будет установлено днище из аэрдека, которое будет ровненькое. Лодочка будет, конечно, плоскодонная, но для таких лодок это не имеет никакого значения. Килеватость ей не нужна. Очень большое количество ручек. Леерная обвязка. Это лодка по спецзаказу для карпятников, но мы ее выпустим в серию, так как карповая ловля набирает у нас в стране обороты. А вот корпус варвара-гиганта с 25-м баллоном. Обратите внимание, что расстояние между баллонами не превышает 15-20 сантиметров. Многие говорят, откуда берутся морщинки на варваре. А они берутся от того, когда мы в такой вот узкий баллон еще устанавливаем надувное днище, происходит взаимное распирание. Так называемое преднапряжение. Из-за чего общая конструкция лодки становится просто супер жесткой. Это означает, что на этой лодке можно заходить во всякие-всякие пороги, водопады и ее не сломает. Но, к сожалению, обратной стороной является то, что лодка по внешнему контуру местами становится морщинистой. От этого никуда не деться. Все варвары у нас со складочками, но зато они такие супер-супер прекрасные по своим техническим характеристикам. Это уже зимняя тема. Готовим зимние ватрушки. Их уже начинают заказывать. Big Fish Лэшка Сиденья на Big Fish паке теперь ставятся на люверсы. Это удобно и надежно. О, это уникальная вещь! Это сваренный корпус новой моторной версии Л3. И сейчас мы его посмотрим. А вот наше грядущее изделие. Лодка. Точнее, корпус лодки, сделанный на базе нашей старой доброй Л3 ТТ. Почему старой доброй? Потому что Лэшку еще 50 лет назад изобрели. А это ее моторный вариант. Тут будет такое же надувное днище. Здесь будет установлен транец. И получится легенькая моторная лодочка из тоненькой ТПУ. Вся лодочка будет весить сильно меньше 10 килограммов. Ждите! Скоро будут ее испытания на воде. Корпус вообще пушинка. Не знаю, сейчас пойду взвешиваю. Наверное, килограмма 3 где-то весит. Ну вот, корпус лодочки весит примерно, как я и сказал. 3 килограмма 240 граммов. Ждите, ждите! Скоро она уже побежит под Ямашкой-двушкой у нас. А это тоже новинка этого лета. Катабайт Изи. Легенький, как пушинка, но при этом больших размеров. Он имеет установленное по центру ненадувное днище. Я о такой лодке уже рассказывал на своем канале. Ну, это фишечка. Еще одна красавица-фишечка. О, тут приехала зеленая ТПУшечка. Значит, можно будет делать теперь еще и зеленые по крафтике. Ура, ура! Все, побежал делами заниматься. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!